Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 12 марта день Прокопа Перезимника. День назван через преподобного отца Прокопия Декаполита Исповедника. Прокопий мужественно сражался против иконоборца. Он был ими схвачен и жестоко бит. Мучители строгали его тело железными орудиями, а затем ввергли его в мрачную и смрадную темницу. После смерти мучителей его выпустили на свободу. Сегодня зима окончательно уходит, освобождая место в весне. Санный путь с этого времени начинал портиться, колея таяла и показывалась земля. Сегодня рабочий люд парился в бане, делали простые работы по хозяйству, чинили инвентарь перед посевной. Сегодня также ловилась рыба. Приметы. Прислушивались, копили. Если она была сильная, то в дальний путь не отправлялись. Если расцветали подснежники, это указание на то, что пора пахать землю. Если сегодня на вербе почки набухали, к богатому рожаю. А если не распускались, пора сеять. Случайно в бане чихнуть, надо вернуть долг. Попробовал я что-то на Рутубе выставиться. Зашел, выложил кое-что. Не знаю, что там мне не нравится. Это платформа. Выложил я, по-моему, четыре видоса. Два видоса сразу. Остальных что-то нет. Какая-то идет модерация. Ну, при чем тут модерация? Проверили, есть ли нарушение авторских прав или нет. Ну и все. Так что я поздравляю всех с праздником весны любви. Особенно женщин. Так что если... Опа! Кто-то 50 рублей. Недавно посмотрел один из ваших выпусков Малахов Плюс. Она вышла, когда мне было 13 лет. Может, вы и не помните. Но программа называлась так. Вторая молодость и решил вам копейкой поддержать. Благодарю. Благодарю, что поддерживаете. Дело хорошее. Вот. Что бы вам, как бы сказать, еще сказать. Ну, немножечко. Сколько тут у нас времени идет? Времени идет. Наша эта самая... А, 7 минут. Ну, я думаю, минут 15. Мы с вами пообщаемся. И на этом, наверное, так закончим. Я особо не выхожу. Знаете, я, как бы сказать, всем... Доволен. Если чем-то недоволен, я стараюсь это недовольство убрать. То есть, сделать, чтобы мне было нормально. То есть, проблемы решаем. Так что, поживаем нормально. Ролики выставляют на бастионе. Попробуйте. Спасибо за поздравление. Ну, что сказать. Вот. Конечно, этим делом надо заниматься. Чувствовать отдачу очень важно. А так я вот, насколько так, веду канал. Выставил огромное количество видосов. Более трех тысяч. Ну, я в удовольствие. Что касается коммерческого, ничего не получается. Ну, не получается. Ну, что поделаешь. И не надо. Своё удовольствие. Знаете, вот. Я вот живу вообще-то. И жить в своё удовольствие так, как ты хочешь, очень дорогого стоит. Чтоб ты был менее зависим. Устоялся в своих вот этих всех мыслях, делах. Кстати, я 9 марта как раз привёл такой пример, что люди перестали сами себе доверять. Столько информации, что она их сбивает. Очень важно, чтобы вы за счёт своего собственного ума, за счёт своего собственного опыта имели наработки, наработки. Опираясь на которые, на свой собственный опыт, говорили, слушай. Ну, это не так. А это вот так вот. Я так делаю и получаю результат. А то, что там вы советуете, оно может быть двояко. И понимать, вот. Для этого-то как раз я и видео выставляю, и выставил, как я сам себя образовал. Это уже готовые книги мои. По здоровому образу жизни, по питанию, по тому, посему. Ну, то есть школа, школа высшего образования по созданию собственной системы, по ведению здорового образа жизни, по различным там процедурам оздоровительным. Вот там вот это всё высказано. И плюс, плюс, как создать собственную систему оздоровления. Значит, я помимо того, что написал, начитал, выставляю.